Приветствую самого дорогого зрителя на своей платформе. С вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабарск. Сегодня, ребята, я покажу вам, как я храню черенки винограда. Кто видел в том году и в позапрошлом, добавилось очень много зрителя и я в большей степени показываю для нового зрителя и для старого зрителя, для тех, кто со мной уже давно. Хранение это эффективно, все у меня потом укореняется 100%. Это можно посмотреть и убедиться в предыдущих роликах. В общем, вот таким образом я понемногу храню виноград в холодильнике. Итак, после срезки черенков вырезаю я на 2-3 глазка. Это у меня сорт лидия. В этом году будем размножать ее. На 2-3 глазка я отрезаю низ черенка сантиметров на 7-8. Здесь можно даже чуть побольше. Верхушечку можно на 5. Этого будет достаточно. Вот таким образом я нарезаю черенки примерно около сантиметра и сантиметр и даже по толще толщиной. Итак, я их привез с дачи. Я их связал вот так пучками, подписал, бирочки сделал и вымачивал в воде меня один раз. Двое суток в обычной проточной воде комнатной температуры. Вымачивал двое суток, после чего вот так я их достаю. Всполоснул еще под небольшим напором такой же воды комнатной примерно температуры. Смыл с нее там, что может быть осело. И теперь марганцовка. Марганцовка продается в садовых магазинах в маленьких упаковках. Я ее не покупаю, потому как у нас еще после бабушки много осталось. Раствор кажется темным, потому как таз сам зеленый. На самом деле она вот такая слегка розовая. Комнатной температуры водичка. Забрасываем черенки на минут 30. Сохранятся они отлично. Плесени у меня никогда не было. Но на всякий случай я раз в два раза в месяц заглядываю и просматриваю. Упаковываю герметично. Если где-то воздух пропустился, то смотрю, чтобы они были слегка слегка влажные, не засохшие. И я произвожу пшики. С маленькой пшилки такой. Ну вот как цветы отбрызгиваем всякое такое. Я вот не взял его к сожалению с собой. Ну вы поняли. Маленькая такая штучка. И так замачиваю на полчаса. Но так как они у меня не влезли, я буду их переворачивать на протяжении полчаса. Просто как бы так получается, я их помою. Пока они замачиваются, ребята, я хочу порекомендовать вам свой еще один канал. Там где я... Раньше он назывался Пятничок. Сейчас я его переименовал. Так же как у меня в инстаграме аккаунт Александр Латинице 7773. Там у меня другая сторона дачника. И я там готовлю шашлык, копчение, сало, быстрого посола рыба, быстрого посола сельдь и всякое такое вкусное по охотке. Рецепты быстрого приготовления пиццы, советы домашнего мастера. Все раскидано, как и на этом канале, по плейлистам для вашего удобства. Провожу там розыгрыши. Точнее собираюсь сейчас проводить. Подписчиков пока не так много. Но уже призы куплены, уже предварительно объявлены. Пройдите, посмотрите, кому интересно. Так же, ну, говорю, все раскидано по плейлистам. Обратите внимание на плейлист здоровья. Там я все, если что-то показываю, то у меня подтверждено документально. Я зла желудка, как вылечиваю ее за месяц. Недавно я скоро подам ролик о том, как я бросил курить. Раз и навсегда. Я расскажу об этом подробно. Съемку проводил на даче. И, в общем, такой вот у меня канал Другая сторона дачника. Там я... Ну, в общем, посмотрите, кому интересно. Ссылочку даю внизу, в описании под видео. Всем спасибо. Через полчаса я, как говорил, переворачивал. Я вот так просто выкладываю. Они у меня стекают. Немножко обсыхают. Вот теперь они у меня обсохли. Я вот так беру. Внутри они напитались влагой, как следует за двое суток. Этой влаги будет достаточно для того, чтобы они отлично сохранились. Ну, а если вдруг появится какая-то плесень, шапочка, просто берем ветошь влажную и протираем. Также промываем марганцовкой полчаса, просушиваем и обратно на хранение. Можно также хранить в подвале. Кто-то в песке хранит. Но у меня их немного. У меня достаточно будет. Сейчас я покажу, куда я их вложу. Потом, сейчас у меня резиночки нет, я еще вот так резиночкой обхватываю. Это у меня была лидия. И понесли их в холодильник. Вот эта полочка моя. Здесь температура примерно 0 градусов. Они отлично сохранятся. Также на канале можно увидеть компот из винограда. Отличнейший компот получается из альфа особенно. Из темного винограда. Раза два в месяц я буду заглядывать и проверять их на наличие плесени. И влажности. На этом заканчиваю свое видео. Спасибо всем огромное за внимание. Всем пока.